Дорогие знатоки православной культуры! Богохранимое Отечество наше – это воистину жемчужина, которую мы должны с вами трудом беречь, украшать. И то, чем вы занимаетесь, изучая истоки нашего Святого Православия, это благословенно в глазах Божьих и ценно, также и в глазах тех, которые с упоением смотрят вас и по телевизору, и воочию. Я желаю вам благословенных успехов! Храни Господь в предстоящих ваших трудах! Субтитры создавал DimaTorzok Наталья Назар – учащийся 6-го класса 2-й школы города Алушты. Панамарь и Звонарь – храма всех крымских святых. Наталья Мартынова – учится во 2-й школе города Алушты в этом же 6-м А-классе. А еще она занимается профессионально конным спортом. Анастасия Шишулина – учащийся в Портаницкой школе, 9-ти классница, в свободное время увлечена баскетболом. Николай Буланов – учащийся 7-го класса в Портаницкой школе, он панамарь храма Благовечния Пресвятой Богородицы. А еще юный футболист Наталья Сидорова – самый юный член команды. Она учится в 4-м классе, но уже у нее очень много увлечений. Среди них это шахматы и художественное рисование. Мария Позднякова – семиклассница Портаницкой школы. Бальные танцы и художественное рисование – вот ее хобби. И сейчас мы встречаем капитана команды. Это Яна Шаршунова – семиклассница Портаницкой школы. Юный музыкант, она играет на фортепиано, поет в хоре. Вот такая творческая команда ответит на ваши вопросы. Дорогие телезрители, как всегда, напомню, время обсуждения на вопрос 1 минута. Счет 0-0 и первый вопрос для своей команды выбирает Назар Панасенко. Вопрос номер 23. 23-й вопрос, который выбрал Назар Панасенко, пришел к нам из города Красноперекопска. По словам Иоанна Златоуста, бедствие располагает нас к милосердию и человеколюбию. Внимание, вопрос. А до чего доводит человека благоденствие? Минута на размышления. До чего доводит? Может быть, до какой-то праведной жизни? Может, возможно. Вот именно Настя. Благоденствие, праведная жизнь, какая-то, может быть, Царство Небесное, что-то такое. Ну да, праведные люди, праведная жизнь, да. Ну, скорее всего, праведная жизнь. Ну да. Скажите, что у нас есть? Праведная жизнь. Да, до чего доводит человека благие дни? Ну да, да. Ну да, благоденствие. Это праведная жизнь. Праведная жизнь. Хорошо. Все, у нас есть ответ. Да, но до срочного ответа пока, к сожалению, не может быть. Да, мы уже опоздали. Да, и тем более, уже заканчиваются последние секунды. Отвечает Панасенко Назар. После совещания наша команда решила, что благоденствие доводит до праведной жизни. А вот свидетель Иоанн Златоуст писал наоборот. Благоденствие доводит до высокомудрия, вергает в беспечность, делает надменным и расслабляет нас. В то время как бедствие располагает к милосердию и человеколюбию. Тут вам нужно было немножечко использовать логику от противного. Есть только и способ доказательства в математике. Ну что же, я надеюсь, что при ответе на второй вопрос, который выберет сейчас Наталья Мартынова, вы дадите правильную версию. Вопрос номер 32. Три вопроса из ларца, то есть три коротких вопроса по 20 секунд размышления на каждой. Назовите то, чем хорошая яблоня отличается от плохой. Хорошая пальма с бананами от плохой пальмы. И всякое хорошее дерево вообще от плохого дерева. 20 секунд. Хорошая плодами. Своими плодами. Как человек приносит плотники, своими плодами. Наташ. Миссис Нару, она рассердит. Капитан команды Яна Шаршунова, будет ответ. На этот вопрос ответит Сидорова Наташа. Мы с командой посовещались и решили, то, что каждое дерево отличается своими плодами. Всякое дерево познается по плоду своему, читаемый в Евангелии от Луки 6 глава 44 стих. И поэтому я задаю второй вопрос. Среди людей некрещенных, а также среди крещенных, но не воцерковленных, распространено мнение, что в церковь ходить не обязательно. Главное это исполнять заповеди и иметь Бога в душе. Верно ли их утверждение? Он в церковь не ходит, но 10 заповедей соблюдает. В чем здесь ошибка? Итак, 20 секунд и стекло. Капитан команды Яна Шаршунова, кто ответит на этот вопрос, конечно, если будет у вас версия для ответа? На этот вопрос отвечу я. Мы с командой посовещались и решили, что обязательно надо ходить в церковь. А как мы можем убедить тех людей, которые считают, что да нет, не обязательно, главное в душе иметь? Потому что вера без дел мертва. Ну, если мы верим, а не ходим в церковь, то это уже не та вера. Ну, мне хотелось бы, чтобы вы привели такой аргумент, убедительный и доказательный. Ведь там был вопрос, помните, в чем ошибка изречения? Хороший человек, в церковь не ходит, но 10 заповедей соблюдает. Если мы вспомним эти самые 10 заповедей, данных Богом Моисею, а именно 4 заповедь, 6 дней работы, делай дела все твои, а день 7 посвящай Богу, то тогда мы будем знать, что же нам аргументировать в ответ тому человеку, который говорит о необязательности участия в храмовой молитве. Ну что же, к сожалению, вам не удалось дать правильного ответа, и поэтому вы теряете этот балл, но не унывайте, еще все впереди. И честно говорю, вы очень дружно, очень активно обсуждали, так держать. Это всего лишь был второй вопрос, счет 2-0. И чтобы вы немножко смогли отдохнуть, я объявляю музыкальную перемену. Звонка раздается, голос по лесам. Звонка раздается, голос по лесам. Скрылась за рекою бледная луна. Звонка побежала резвая волна. Тихая долина гоняется, где-то за дорогой замирает зон. Где-то за дорогой замирает зон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопрос номер 45. Вопрос, который потребует от вас остроумия. Ну, по крайней мере, хотя бы в той его части, какое было у известного художника русского Крамского, автора знаменитой картины «Христос в пустыне». Некоторые современники задавали вопрос к художнику. «Это не Христос. Почему это вы думаете, что он так выглядел, что он был именно таким?» Они, таким образом, не узнавали Христа на его полотне. На что Иван Николаевич Крамской позволил себе довольно остроумно и дерзко ответить. Но ведь и настоящего живого Христа. Минута на размышления. Продолжите мысль художника. Никто не видел из его поколений, никто не мог написать Христа, кто пытался нарисовать. Написать у них не получалось. Да, только потом спрашивали. Художник имел действие ответить, потому что нерукотворный образ Христа. Христа в пустыне никто не видел, может быть. Вот. Христа в пустыне никто не видел. Пусть Настя ответит. Потому что Христа в пустыне никто не видел. Отвечи. Шишулина Настя. И можно повторить вопрос? Итак, внимание. Рассматривая картину Крамского «Христос в пустыне», современники задавали вопрос художнику. Это не Христос. Почему вы знаете, что он выглядел так, что он был таким? Они не узнавали Христа. На что Иван Николаевич Крамской позволил себе дерзко и остроумно ответить. Но ведь и настоящего живого Христа. И вам нужно было продолжить мысль. Наша команда посовещалась и решила, что его фраза была «Оно ведь и настоящего живого Христа в пустыне никто не видел», потому что в пустыне он был сам один и его никто не мог видеть, его образ на тот момент. Но я вам дал уж прямую подсказку, что в самом вопросе заключен правильный ответ дословно. Вы там разве слышали слово «видели», «не видели», да? Есть другое. Люди не узнавали Христа. На что Крамской ответил. Но ведь и настоящего живого Христа не узнали. Вспомните, что произошло. Дальше произошло распятие. Да? Дальше произошли насмешки над Христом. Не узнали Христа. Не поняли, что это есть Мессия Спаситель. Очень многие. Конечно, не все. Ну, что же. Вы пытались ответить на этот вопрос. Старались дать на него правильный ответ. Хотя Совет Старейшин, обсуждая это ваше предположение, пришел к оригинальному выводу. И мы попросим сейчас представителя Совета Старейшин Ирия Алексея Остапова выйти к вам. Мы с Советом Старейшин посовещались и решили, что хотя ваш ответ и не соответствует ответу, который должен был прозвучать, но ваша версия также не лишена оригинальности. То есть Христа в пустыне действительно ведь никто не видел. И каким он был по прошествии 40 дней, да? Изнуренным, уставшим, никто изобразить как-то не может, потому что нет очевидцев в этом. Поэтому мы просим уважаемого ведущего засчитать ваш ответ как верный. Спасибо. Я с большой радостью соглашусь с Советом Старейшин и объявляю счет 2-1. Пока еще в пользу телезрителей. Четвертый вопрос для своей команды выбирает Николай Буланов. Вопрос номер 41. Уважаемые знатоки, внимание на экран. Это телевопрос от Александра Ковальчук из города Симферополь. Здравствуйте. Меня зовут Александр Ковальчук, сотрудник Петропавловского кафедрального собора. Хотел бы задать свой вопрос знатокам православной культуры конкурса «Зерно и степы». Мы находимся в кафедральном соборе возле раки мощей Святого Гурия Таврического, который, будучи руководителем духовной миссии в землях китайских, занимался переводом Евангелия на китайский язык. Во время перевода Евангелия Святитель Гурий столкнулся с рядом трудностей. Например, при переводе молитвы «Отче наш» Святитель Гурий заменил слово «хлеб», важность которого непонятно китайцам, словом «рис». Итак, вопрос. В Евангелии от Иоанна, в первой ее части, Святитель Гурий заменяет греческий термин словом «дава». Какое это слово на русском языке? Итак, внимание, минута на размышление. Какое важное слово русского языка из начальных слов Евангелия от Иоанна Святитель Гурий заменил термином китайской философии «дао». Минута на размышление. «дао» — это чай. 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 Может быть, это вино? Откуда знала, что часть? Вино, что воспречесть. Да очень важно. Это «евангелие» от Иоанна, первая часть. Ну, смотрите, он хлеб заменил зисто. То есть, получается, вино, может быть, это чай заменил словом «чай». Да, для всего. Может быть, да. Хлеб — это проспорная. Давай я. Ну, мне кажется, что это… Может. Ну, да, это чай. Заменил вино чаем. Вино чаем? Да. Или… Ну, чай. Китайцы же… Вино, они не пьют особо. У них какая-то китайская. Это китайская пища. Рис — это в Китае. Это как? И чай — это тоже. У них же китайский чай. Там у них разные много сортов чаев. Это же за мнение. Это русского на хлеб. А мне кажется, чай — это чай. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, не важно. Пожалуйста. Итак, уважаемые знатоки. Кто же ответит на этот вопрос? Яна Шаршунова, капитан команды. На этот вопрос ответит Панасенко Назар. Ну, слово «дао» в переводе с китайского означает «чай». То есть, скорее всего, святитель Гури заменил словом «чай» скорее всего слово «вино». Понятно. Понятно. Ну, я, к сожалению, в отличие от вас, не знаток в области китайской лингвистики. Вот. Но думаю, что вряд ли в китайской философии будет говориться о чае. Да. Потому что в самом слове была подсказка — термин китайской философии. Ну, и, кстати, уж говоря, это был телевопрос. Поэтому давайте посмотрим внимательно на экран. Внимание! Правильный ответ. Это греческое слово «логос», которое переводится на русский азы как «слово». И счет становится 3-1 в пользу телезрителей. Пятый вопрос выбираем. А сделает это Наталья Сидорова. Вопрос номер 19. Итак, это вопрос на заданную тему, которую подготовили для вас ваши друзья, знатоки православной культуры из Ялты. Внимание на сценическую площадку. Кто звал его мудрец, кто прозорливец, он жил в уединении от людей. Мы шли к нему с сомнениями делиться или за советом каждый божий день. Он у ближнего в беде спешил утешить, подарком или словом подбодрить. При этом называл себя он грешным и все гостинцы мог передарить. А по соседству жил монах забудший, который все завидовал ему. Никто не приходил к его лучушке, не спрашивал, зачем да почему. Но вот решил над ним он посмеяться, поймал на больную бабочку монах. И усмехнувшись, он спросил у старца, живая или мертвая она. Расчет был прост, коль скажет, что живая, то он ее ладонями прижмет. А мертвая так полетит порхая, когда монах ладони разомкнет. Узнают все, какой он прозорливец, ликуя сердцем предвкушал монах. А старец за монаха помолился и с грустью молвил, все в твоих руках. Внимание, вопрос. Какой из заповедей блаженства относится данная притча Светланы Копыловой? Ну, не завидую какого-то вообще есть. Ну да, не завидую, это десятая заповедь. Может быть, это заповеди блаженства вообще? Ну да, есть заповеди. Какое заповеди блаженства относится? Блажение, милость и ве. Нет. Но тут идет как зависть. Ну да, он завидовал, а хотел... Монах завидовал другому и хотел... Посмеяться над ним, думал, что тот поймает его так, а тот... Какая заповедь? Был мне. Чтобы она точно была. Я не знаю. Мне кажется... Какая заповедь блаженства? Может быть, из-за того, что есть тубличного твоего? Вот. Это десятая заповедь. Да. Это десятая заповедь. Моисея. И что? То же самое, что и независимая. Наташа. Давай. Назад. Назад. То, что ты тут видел, сейчас тебя искали. Блин, я знаю такую причину. Немного по-другому. Уважаемые знатоки, капитан команды Яна Шаршунова. Кто озвучит вашу версию ответа? На этот вопрос ответит Панасенко Назад. Наша команда посовещалась и решила, что эта заповедь звучит как «Не желай себе того, что есть у другого». У друга твоего. У друга твоего. И играть, проводить такие межгородские чемпионаты, что вы наверняка и делаете, конечно. Что же они хотели показать вам этой удивительной и красивой историей? Вопрос состоялся следующим образом. К какой заповеди блаженства относится эта притча? К сожалению, ответ неверный. Потому что этот монах был чист и смирен сердцем. Поэтому эта притча относится к такой заходе блаженства. «Блажение чисти сердцем, и о пути Бога узлит». Итак, счет становится 4-1. Пока в пользу телезрителей. Самое время пришло Марии Позняковой выбрать шестой вопрос для своей команды. Вопрос номер 47. Сборная команда знатоков сакского благочения задает вам свой вопрос. Назовите библейское выражение, которое цитируется Иисусом Христом во время сорокадневного поста в пустыне и употребляется в следующем значении. «Человек должен заботиться об удовлетворении не только своих материальных, но и духовных потребностей». Конец цитаты. Минута на размышления. «Человек должен заботиться об удовлетворении своих не только физических, но и духовных потребностей. Может быть это заповедь? Шесть дней, седьмой отдыхай. Это может быть детка? Нет, нет, нет. Это он во время поста говорил. Во время поста. В сорок дней. Человек должен заботиться об удовлетворении не только своих физических потребностей, но и духовных. Молиться, что ли? Молиться. Помимо того, что он должен… Соблюдать и правила поста, молиться. Какое библейское выражение? Библейское выражение. Блин. Библейское выражение никто не помнит? Да. Библейское выражение никто не помнит? Не может не помнить эти мгновения, но мы должны четко контролировать свои поступки и оставшиеся силы и время. Кто попробует ответить на этот вопрос, Яна? На этот вопрос ответит Настя Шишулина. И можете еще раз вопрос повторить? Пожалуйста. Назовите библейское выражение, которое цитируется Иисусом Христом во время сорокадневного поста в пустыне и употребляющегося, в значении «человек должен заботиться об удовлетворении не только своих материальных, но и духовных потребностей». Конец цитаты. Что же это за выражение, которое употребил Христос? Наша команда посовещалась и решила, что это выражение Иисус Христос употребил, когда дьявол ему предлагал искушение, что он… Не волнуйся. Дьявол искушал Христа, ты хотела сказать, да? Да, я нет. Да. Но, а вот, что за выражение? Нужно выражение назвать, которое употребил Христос? Он сказал, выражение «не хлебом единым будет сыт человек», но и… я дальше не помню. «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Читаем мы и в Евангелии от Матфея, 4 глава, 4 стих, и в Евангелии от Луки, в 4 главе, в 4 стихе. Я поздравляю вас с правильным ответом на этот вопрос. И счет становится 4-2, правда, в пользу телезрителей. И для того, чтобы вы сейчас немножечко смогли отдохнуть, потому что вы, я чувствую, волнуетесь, как, в общем-то, волнуюсь и я, и наверняка телезрители у экранов. Для вас музыкальная перемена. Как пламя теплых свечка ляплется, И тихо музыка звучит, И ним святой прозрачно светится, На время вечное стоит. И хочется уйти из того огня Под пламя тихой свечет, И радость очутит безданная, Преобразившись за ночи, И слышать звания колокольные, И тишину над головой, И вознести с душой безбойную Над темной паперью земной. Итак, я напоминаю счет 4-2 и выбирайте вопрос последний седьмой капитан команды Яна Шаршунова. Вопрос номер 48. Мы убедились, что ваша команда полна энергии, творчества, А самое главное, что вы очень дружные ребята. Поэтому я надеюсь, что этот вопрос, точнее эти вопросы, Не вызовут у представителя вашей команды особого затруднения, Потому что это вопросы из категории «Один за всех» и «Все за одного». Пока я спускаюсь к вам, вы должны будете сказать, кто останется за конкурсным столом. За конкурсным столом останется Панасенко Назар. Назар, а вот у вашей команды есть какие-то особые секреты? Ну вот, как вы собираетесь к игре, как вы стараетесь почувствовать какой-то командный дух? Что-то такое вы делаете? Перед тренировками чай с конфетами пьем. Чай с конфетами. Тоже неплохо. Некоторые знатоки взрослые, я знаю, они вместе поют песни, а вы чай с конфетами. Ну что же, надо взять, дорогие телезрители, нам это на вооружение. Ну что же, три коротких вопроса по 20 секунд на каждое. Встречаем? Да. Они верят в то, что не существовало ничего. Потом с ничем ничего не случилось. И тогда ничто каким-то образом непонятным взорвалось без всякой причины, создав всё. А потом небольшая масса всего как-то преобразовала себя без всякой причины в самопроизводящиеся клетки. А потом из этого появились динозавры и многое другое. Кто эти странные люди? Атеисты. Команда, давайте поддержим своего товарища. Сборная команда знатоков из Кировского района задаёт этот свой короткий вопрос. Почему молодой Александр Невский отказался от помощи римского папы, который предлагал ему помочь в борьбе с монголо-татарами? Я считаю, что Александр Невский отказался от помощи папы римского, потому что, ну, вообще, ну, папа римский покровительствовал католичеству. Это другая вера. Из-за этого он отказался. Ну, а он же хотел помочь. Чего, чтобы не принять-то помощь была против монголов? Ну, из-за веры католиков. Какая цель была у римского папы? Или, скажем так, помощь эта была бескорыстной? Корыстной. А, например? Ну, чтобы русские потом платили что-то как-то. А чем? Тишина. Это только один. Только Назар. Чем хотел получить плату римский папа от русских людей? Чтобы они приняли католичество. Третий вопрос выбираем. Ты книжки любишь читать? Обожаю. А какие тебе больше всего нравятся? Все читаю. Прямо все, вот так вот. Берешь телефонный справочник и читаешь. Нет, какие приключения. Вопрос о книжках. Не о книгах, а о книжках. Так называется, небольшая книжка, ну, по виду книжка, представляющая собой набор личных поминальных записок. То есть человек сам ее пишет. Поминальных записок о здравии и упокоении. Как же эта небольшая книжка называется? Я считаю, что это книги-синодики. Поминник или еще по-другому поминальная книга о упокоении именуется еще синодик. Я зачитываю твой ответ как верный. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы еще не раз с вами увидимся здесь. И вы подарите много интересных. Закончилась наша очередная игра из цикла полуфинала Республиканского конкурса Замоков православной культуры зерной истины. И я хочу подарить тебе, Назар, вот такой небольшой подарок. Это замечательный компакт-диск с прекрасной музыкой композитора Владимира Казбанова, который приезжал к нам в Симферополь, наш Петропавловский кафедральный собор. И провел несколько концертов, очень интересных. А музыку я написал на стихи Игумена Виссариона. Старец Виссарион, ты вот здесь тоже видишь фотографию, пишет замечательные, простые и очень добрые стихи верующего человека. Я думаю, что тебе понравится этот диск. А также небольшие рассказы в стихах «Два каравана», который автором является «Караван Евгений Саны». Ну а представителя совета старейшин Светлана Ивановна Притула сейчас определит, кто же из знатоков был сегодня самым лучшим. А пока Светлана Ивановна готовится к этому, я хочу попрощаться вместе с вами, дорогие телезрители. Мы встретимся с вами, дорогие друзья, ровно через неделю. И, как всегда, наши знатоки с нетерпением будут ждать ваших писем. Пишите нам по адресу город Сентярополь, улица Героев, Аджамушкая, 9, группа 11, почтовый индекс 295-011. Редакция конкурса «Знатоков православной культуры и зерно истины». Также сейчас перед вами на мониторе наш адрес в интернете www.znatoki.artox.ru Интернет тоже может быть православным. Зайдя на наш сайт, на сайт нашего проекта, вы узнаете, как подготовить конкурс в школе, в своем классе, может быть, в детском саду или в высшем учебном заведении «Конкурс знатоков православной культуры». Ну, а потом, я надеюсь, мы встретимся вместе с вами в этой радушной студии. Всего доброго! До свидания! Ангела Хранителя всем вам! Уважаемые знатоки, мы с большим волнением наблюдали за вашей игрой. Нам очень понравилась ваша команда, потому что в ней есть и только начинающие изучать православную культурную 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 культурную. А также те, кто уже постарше, более опытные ваши товарищи. Не огорчайтесь, если счет оказался, результат оказался не совсем таким, как вы хотели. А для того, чтобы он в следующий раз был лучше, мы дарим вам замечательную книгу «Русь святая. Очерки истории православия в России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова